Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шостаковичу открылся 4-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Ценители классической музыки услышали не только произведения маэстро, но и современных композиторов. Первая победа после возвращения в элиту российского хоккея. Тольяттинская лада обыграла Амур из Хабаровска. Цветы к памятнику основателю Самары князю Григорию Засейкину возложили губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и почетные жители столицы региона. Церемония стала неотъемлемой частью празднования дня рождения Самары. Для первых лиц региона и города, жителей и гостей областного центра выступили духовые оркестры нашей страны. В том числе Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. Подробности в репортаже Ольги Павловой. У памятника основателю Самары князю Григорию Засейкину, первых лиц региона и города, почетных жителей областного центра и руководителей крупных предприятий столицы региона встречает Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, основанный по приказу Петра Первого, в феврале 1703 года он сразу завоевал сердца миллионов. Сегодня это высокопрофессиональный творческий коллектив военных музыкантов. Его отличает блестящая виртуозность, тончайшая интонация и безграничный репертуар. Свой 437-й день рождения Самара по традиции начинает с поздравлений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Самара динамично развивается, Самара благоустраивается, Самара обретает вновь промышленную мощь, когда-то утраченную, как завещали наши прадеды, наши деды. Я от всей души поздравляю всех собравшихся с Днем города и хочу пожелать всем, конечно, доброго здоровья, процветания нашему родному городу, мирного неба над головой. Сегодня отрадно говорить, что новые вызовы времени мы встречаем не унынием и пессимизмом, а новыми достижениями, новыми успехами, новыми победами. И так было во все времена. Я благодарю всех жителей за труд, целеустремленность, талант, разнообразие этих талантов, которые, в общем-то, и создают яркую палитру самарской жизни. С праздником, с Днем города, город трудовой доблести. Будьте счастливы и здоровы. Князь Засекин был одним из активных деятелей во времена правления Ивана Грозного и Бориса Годунова. Самым ярким событием в его служебной карьере стало строительство крепости Самара, которое началось в мае 1586 года по указу царя. Крепость была необходима, так как на этом участке Волги между Казанью и Астраханью проходил Волжский торговый путь, который часто подвергался набегам. Летом 1586 года над крепостью нависла угроза разрушения со стороны кочевников Ногайской Орды. Но князь показал свои дипломатические способности и победил. По традиции в День города к памятнику основателю Самары возложили цветы губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и почетные жители столицы региона. Церемония стала неотъемлемой частью празднования Дня рождения Самары. Возложение цветов к памятнику первостроителю города – это не просто традиция, это дань уважения всем землякам, которые участвовали в создании и развитии Самары. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В честь Дня города в Софийском соборе Самары прошел торжественный молебен. Митрополит Самарский Новокубышевский Сергий поздравил всех с праздником и призвал исполнить свой гражданский долг. Торжественный молебен в честь Дня города прошел сегодня в Софийском соборе Самары. Его провел митрополит Самарский Новокубышевский Сергий. В молебне приняли участие первые лица региона и города. В столь важный для Самарской области день, когда на выборах определяется ее будущее, владыка обратился к прихожанам с призывом сходить на избирательные участки и проголосовать. Важно, чтобы мы помнили свой гражданский долг, что сегодня ведут нас к выборам в нашем регионе. Я тоже призвал бы, чтобы все отнеслись к этому более ответственно и исполнили свой гражданский долг. Церковь всегда напоминает, чтобы человек разумно поступал в своих жизненных позициях, избирал то, что ему необходимо для жизни. И, конечно, это всегда трудно сопреждаться особым усилием воли, состоянием его души и, наверное, системой ценностей, что он полагает главное в своей жизни. Виктория Шаре. События. В регионе продолжается третий день голосования на выборах главы региона. По данным регионального избиркома, 10 сентября на 15 часов явка составила 46,26%. В Самаре на избирательные участки пришли 367 690 жителей. Это 39,82%. В Тольятти свое гражданское право реализовали 138 047 человек. 26,29% от общего числа избирателей. В малых городах Самарской области проголосовали 198 696 избирателей. Это 49,2%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 74,02% избирателей. Это 406 737 человек. Напомним, более 1700 избирательных участков Самарской области будут работать до 20 часов. Еще есть время проголосовать. Избирательные участки сегодня будут работать до 20.00. Поэтому, пожалуйста, уважаемые избиратели, если кто-то уехал утром на дачу, возвращайтесь. Время есть, обязательно проголосуйте. Самарская область наряду с Кемеровской, Орловской, Московской областями и Чукотским автономным округом вошла в пятерку регионов с наибольшим числом проголосовавших. Такие цифры озвучила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Глав регионов на этой неделе напрямую выбирают в 21 субъекте страны. Сегодня в Самарской области заключительный день голосования на выборах. У жителей региона еще есть возможность проголосовать. Кроме этого, в области работает горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Телефоны указаны на экране. На линию можно обратиться в течение всего дня голосования. В числе проголосовавших и жителей областного центра Владислав Финк. За всю свою жизнь он и его супруга не пропустили ни одних выборов. Съемочная группа событий побывала в гостях у семьи. Расскажет Светлана Тимофеева. Владислав Финк вместе с женой Ниной недавно вернулись с избирательного участка. Отдавали свои голоса за одного из кандидатов на пост губернатора Самарской области. Супруги за всю совместную жизнь не пропустили ни одних выборов. Первые выборы мне дали такой толчок, эффект, что я запомнил это подробно на всю жизнь. В избирательный участок видим маленький храм. Все стены украшены лампадами. Вместо свечей имитаторы лампочки. Убирали Верховный Совет СССР. Первые выборы, в которых принял участие Владислав Финк, проходили в марте 1958 года в Кремле. Тогда Владислав Эмильевич проходил срочную службу в Кремлевском полку. Позже написал книгу воспоминаний «Моя армия». Один экземпляр отправил по месту службы. Мой кремлевский дом на три года. Затем он вернулся в Куйбышев на ЦСКБ «Прогресс», где проработал 46 лет. Нина Финк сама охотно ходит голосовать вместе с супругом. Я тоже хожу в каждые выборы, я тоже не пропускаю. Мы такие законопослушные. Выбираем обязательно. Как же без этого? Обязательно выбираем, ходим. Выборы на пост губернатора Самарской области проходят в течение трех дней. 8, 9 и 10 сентября. Участки открыты с 8 утра и до 20 часов. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Болезнь – не повод пропускать выборы. Пациенты медицинских учреждений тоже могут проголосовать за своего кандидата на пост главы региона. Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами приехал в Самарскую городскую клиническую больницу имени Пирогова. Как организована работа избирательного участка номер 3053, расскажет Ксения Баканова. И вот сюда, пожалуйста, поднимите. Кабунька. Пускайте. Для Алексея Сутягина это голосование на выборах особенное. Обычно он ходит на свой избирательный участок, но в этом году в дни выборов оказался на больничной койке. Но даже в этой непростой ситуации свой гражданский долг выполнил. Алексей говорит, поправить здоровье – дело врачей. Для пациента важен настрой – позитивный и боевой. Проголосовал я и заодно лечусь в этой больнице. То есть двойная выгода, будем так говорить. С Богом, как говорится. Ровно в 8 часов утра избирательный участок Самарской клинической больницы имени Пирогова распахнул двери для пациентов. Здесь они могут отдать голос за кандидата на пост губернатора Самарской области. Третий день выборов, который проходит на Самарской области, он у нас единый, один, выделенный для голосования больных, лежащих в стационаре. Проходит в штатном режиме. На данный момент проголосовало 60%. Понимание среди пациентов очень такое значительное, большое. Все относятся к своему гражданскому долгу, в общем-то, ответственные. Голосование проходит строго по спискам. Предварительно все пациенты заполнили специальное заявление. Организацию работы на участке проконтролировал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Тут все так, как доктор прописал. Правила и нормы соблюдаются. На наших глазах идет голосование пациентов, причем это разного возраста наши товарищи. И мы видим, как проголосовав, у них появляется здоровый румянец на щеках, что говорит о том, что люди, несмотря на нахождение на больничной койке, испытывают желание формировать завтрашний день. И это, по-моему, является такой вот нашей отличительной самарской чертой. Этот участок временный, и для такого статуса очень все хорошо сделано. Места в соответствии с действующими инструкциями определены и для комиссии, и для голосующих условий созданы, и даже для наблюдателя. И я считаю, что комиссия выполняет свою функцию очень достойно. Комфорт превыше всего. Для лежачих пациентов и тех, кому трудно передвигаться, организована переносная урна. К нам вернулась переносная урна, которая пришла, у нас заполнена бюллетенями, все, мы опечатываем ее, сейчас закрываем, опечатываем. Мы были в 20-21 отделении, это роддома, в ожоговом отделении и вной на отделение 17-е, это хирургическое. Все пациенты голосовали, все на местах были, в палатах с паспортами. Избирательный участок на территории больницы продолжит свою работу до 20 часов. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Как проходят выборы в России в целом, рассказал Александр Брод, руководитель Ассоциации независимого общественного мониторинга. По его словам, существенных нарушений нет. За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели из США, Латинской Америки и Европы. Голосуют и жители вновь присоединенных территорий. В Луганске по итогам первого дня голосования явка составила около 43%. То, что тиражируют украинские и западные СМИ, не выдерживает никакой критики и направлено исключительно на дискредитацию избирательного процесса с целью запугать, дезориентировать избирателей новых регионов. Удобство и комфорт для всех. Представители Самарской общественной организации инвалидов-колясочников проверили новые автобусы, которые недавно вышли на городские маршруты, на доступность для маломобильных граждан. Инспекцию проводили прямо в автопарке транспортного предприятия. Что оценивали в первую очередь, расскажем в нашем сюжете. Екатерина Вопридская, член Самарской организации инвалидов-колясочников, регулярно пользуется общественным транспортом. И не понаслышке знает, чем должны быть оборудованы машины, чтобы они были доступны для всех. Насколько новые автобусы, которые недавно были закуплены городом, соответствуют требованиям, женщина проверила в автопарке транспортного предприятия. Техническое состояние замечательное. Есть площадка для этого, кондуктора хорошие, подходят, все хорошо, спрашивают. Очень замечательные автобусы. Побольше бы их. Представители Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников Ассоциация Десница проверили скорость открывания аппарели, ее угол наклона, место в салоне, отведенное для коляски, высоту валидаторов для удобства оплаты проезда и работу сенсорных кнопок для вызова водителя. Функциональностью новых белорусских машин остались довольны. Вот эти автобусы очень комфортные, очень удобные для инвалидов. По крайней мере, пользователи об этом так же говорят, наши ребята. Но то, что мы увидели, в общем-то, в принципе, все очень здорово. Если к технической части нареканий нет, то к сотрудникам транспортных предприятий иногда возникают вопросы, особенно если экипаж сильно торопится, забывая выполнять свои задачи. В свою очередь в автопарке регулярно работают в этом направлении. Проводят инструктаж с водителями и кондукторами. В частности, акцентируют внимание водителей на необходимость подъезда к остановке с учетом расстояния, необходимого для раскладки аппарели, а также оказание помощи маломобильным пассажирам. В том числе, конечно же, мы обращаемся и к пассажирам, которые находятся в подвижном составе, внутри подвижного состава. И когда заходит пассажир маломобильный, чтобы они реагировали тоже адекватно, чтобы не подгоняли, не говорили, что мы опаздываем на работу, не создавали вот эту вот излишнюю конфликтность внутри салона. Предоставление населению города качественных и своевременных транспортных услуг является приоритетным направлением деятельности местных властей. Важно, чтобы все группы граждан имели возможность пользоваться общественным транспортом. Поэтому вся новая техника, которая закупается городом, соответствует реализации этих задач. Новые автобусы, трамваи, троллейбусы – низкопольные, оборудованы пандусами, световыми табло и громкоговорителями. Мы выполняем пассажирские перевозки, и среди пассажиров есть особые категории, к которым и внимание особое, и потребности у них тоже особые. Поэтому весь транспорт, который закупается в последние годы, он, конечно же, соответствует не только требованиям современности, удобности и комфорта, но и доступности в части маломобильных граждан. Напомним, новые автобусы выходят в рейс на одни из самых загруженных городских маршрутов, в том числе номер 1, 50 и 51. Жители, пользующиеся этими маршрутами, просили увеличить количество рейсов. При этом мониторинг работы маршрутов, обслуживающих самые востребованные направления, продолжается, в том числе и по направлениям, которыми чаще всего пользуются категории граждан, которым требуется особое внимание. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Более 50 субъектов малого и среднего предпринимательства Самары представили свою продукцию на традиционной выставке продажи «Сделано в Самаре». Она проходит уже девятый год подряд в День города. В этом году выставочный павильон разместился на площади Куйбышева. На прилавках широкий ассортимент товаров. От одежды и косметики до продуктов питания и игрушек. Подробнее расскажет Галина Топилина. Надежда Красненко в выставке продажи «Сделано в Самаре» участвует второй год подряд. Она привезла сыры собственного производства. Рассказывает, сыроварением занимается уже 9 лет и сейчас производит 50 видов сыров. Наше производство началось, наверное, с коровы все-таки. У нас появилась корова, потому что у меня четверо детей, да, и я хотела своих детей кормить экологически чистыми продуктами. Потом, когда вторая, третья корова появилась, стал вопрос, а куда девать молоко, что с ним делать. И я начала ездить на обучение. Я много училась в Европе, я два раза бы училась в Италии, я училась во Франции, я училась в Москве у английского сыровара и сейчас до сих пор еще учусь. Площадки для самарских производителей организовывают в городе регулярно. Чтобы представить свой товар, необходимо подать заявку в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации. Для самарских субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, участие в выставке продажи бесплатное. Данная выставка, она как раз способна и популяризирует субъекты малого и среднего предпринимательства, помогая тем самым узнать бренды именно наших самарских товаропроизводителей и тех, кто оказывает услуги. Это очень активно развивает экономику, создает новые рабочие места, увеличивает и улучшает качество жизни населения. Площадки, где представлены товары местного производства, пользуются все больше популярностью у самарцев. Мы знали, что сегодня день города, что будет выставка на площади Куйбышево, поэтому решили приехать, посмотреть, что тут интересного будет, попробовать какую-то продукцию. Я знала, что здесь будет очень много местных производителей, то есть вот я с этой целью ушла. В течение всего дня на выставке будут проводиться мастер-классы, дефиле и дегустации. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Сегодня праздничные события, посвященные Дню города, проходят по всей Самаре. Но главной площадкой стала площадь Куйбышева. Сейчас там на концерте работает съемочная группа телеканала «Самара ГИС». И я передаю слово нашему корреспонденту Михаилу Ермоленко. Он расскажет, какую программу приготовили для самарцев и гостей города. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, дорогие зрители. Какой же день рождения без подарков? Как раз на площади Куйбышева проходит концерт «Тебе, любимая Самара». На протяжении всего вечера нас ждет очень насыщенная программа. Буквально через несколько минут на сцену выйдут участники фестиваля «На сопках Манчжурии». Выступит сводный оркестр, в числе которого представители 10 городов России. Поздравить Самару с днем рождения в этом году приехали музыканты из Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, Перми, Саратова, Тольятти, Ульяновска, Уфы и Санкт-Петербурга. Конечно же выступят и самарские исполнители, среди них финалисты «Самфеста», группа «Кинема» и «Артич». Также на сцену выйдут заслуженный артист России Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун. Ну и хедлайнером сегодняшнего вечера выступает группа «Чай». А после концерта, ближе к 10 часам, нас ждет традиционный праздничный салют. Поэтому если вы еще не на площади Куйбышева, то не поздно присоединиться. Андрей, тебе слово. Спасибо, Михаил. Ну а мы продолжим. Четвертый международный фестиваль искусств «Шостакович» над временем открылся концертом «Приношение Шостаковичу». Ценители классической музыки в концертном зале Самарской филармонии услышали не только произведения маэстро, но и современных композиторов, в том числе и самарских. Кто еще радовал публику своими премьерами, узнали наши корреспонденты. Питерский композитор, автор симфонической и камерной музыки, музыки для театров и кино Антон Танонов привез на суд самарских любителей классической музыки свое произведение «Разлучница зима». Композиция была написана специально для конкурсной программы. Самарская премьера состоялась в филармонии на первом концерте 4-го международного фестиваля искусств «Шостакович над временем». По мнению маэстро, Дмитрий Дмитриевич для всех современных авторов классической музыки в России является своеобразным крестным отцом. Для меня большая честь представлять Петербургскую композиторскую школу и участвовать в фестивале, посвященном святому для любого петербургского композитора имени Дмитрия Шостаковича. В традиции Шостаковича продолжают писать музыку очень многие композиторы, развивая его традиции, пытаясь найти что-то новое. И сегодня мне будет очень интересно услышать отклик самарской публики на мою музыку. На первом фестивальном концерте приношения Шостаковичу в основном новые и еще ни разу не звучавшие на публике музыкальные произведения, в том числе молодых авторов из Самары, Москвы и Петербурга. От библейских мотивов до спортивных историй. Одна из таких была посвящена хоккею и легендарному противостоянию двух столичных клубов «Спартак» и «ЦСК». Название композиции в одном периоде и трех шайбах. «Спартак», «Спартак», «Акроноцвечай», «ЦСК», «ЦСК». Самарские композиторы, они каждый год имеют возможность услышать свою музыку. И давать и композиторам, и любителям музыки услышать их музыку, оценить их музыку, понять их музыку и, может быть, полюбить. Фестиваль искусств Шостакович над временем призван показать любителям музыки, что современные авторы – достойные наследники великого советского композитора, который в годы Великой Отечественной войны писал в Куйбышеве легендарную ленинградскую седьмую симфонию. У нас сегодня очень хороший состав композиторский, яркие музыканты, и с каждым годом они демонстрируют свое мастерство композиторское. Я хочу зрителей пригласить на все концерты фестиваля, потому что очень будет интересно. Музыкальный фестиваль Шостаковича продлится до 2 октября. До этого публика встретится в Драматическом театре на творческом вечере с Никитой Михалковым. На галоконцерте прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, Петра Чайковского. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Сегодня движение общественного транспорта будет осуществляться до 12 ночи. Так, до полуночи будут ходить троллейбусы номер 4, 6, 15 и трамваи номер 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25. При этом трамваи 1, 3, 5, 20, 22, которые будут задействованы для развоза зрителей после фейерверка, проследуют вблизи площади Куйбышева и далее поедут согласно обычным маршрутам. Также на улице Самарской, в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого, по нечетной стороне, к 21, 30 подадут дополнительные автобусы, работающие на маршрутах 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Автобусы маршрута номер 26 проследуют через микрорайон Волгарь, а также поселки Сухая Самарка, 113-й километр, Озерный, до автостанции Аврора. Самарский метрополитен будет работать в обычном режиме до 12 ночи. Хоккеисты «Лады» одержали первую победу в сезоне. Старших товарищей поддержала итальянская молодежка, которая также выиграла свой первый матч после старта первенства. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» одержали первую победу в КХЛ в новом сезоне. Накануне итальянцы дома принимали хабаровский «Амур». Волжане с первых минут захватили инициативу в свои руки и уже на шестой минуте открыли счет. Затем команды долго не могли изменить его. Лишь к концу второго периода тальянцы вновь реализовали большинство. А в третьем игровом отрезке команды порадовали болельщиков результативной игрой. В этой перестрелке чаще забивали хозяева. 5-1 победа «Лады». Первую победу в новом сезоне в МХЛ одержала итальянская молодежка. Хоккеисты «Ладьи» принимали дома стальных лис из Магнитогорска. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Равный счет сохранялся до 51-й минуты. Хозяева смогли забить гол, играя в меньшинстве. А на последних секундах укрепили свое преимущество. 3-1 победа «Ладьи». Гренболистки «Лады» провели первый матч Суперлиги. На выезде в Ижевске играли против местного университета, который, по прогнозам, будет бороться за выживание. В первом тайме хозяйки паркета еще пытались сопротивляться, но на вторую половину сил у них уже не хватило. После перерыва игроки университета забили лишь три мяча. А игроки «Лады» стабильно завершали свои атаки результативными действиями. 38-13 – крупная победа «Лады». Женские крылья Советов провели матч 20-го тура Суперлиги на выезде против Рязань ВДВ. Все голы были забиты уже к 22-й минуте. Сначала хозяйки поля дважды поразили ворота самарской команды, после чего гости смогли один мяч отыграть. Больше счет не изменился. 1-2 – поражение крыльев. Волейболисты «Новы» вступили в борьбу за Кубок России. На предварительном групповом этапе команда провела две встречи и обе проиграла с одинаковым счетом 1-3. Сначала новокубышевцы уступили уфимскому «Уралу». Первые две партии прошли в равной борьбе, затем «Урал» забрал две партии без особого сопротивления. Матч против оренбургского «Нефтяника» «Нова» начала с выигранной партии, после чего проиграла три сета подряд. Пока «Нова» на четвертом месте в группе. В следующий раунд пройдут три команды. Чтобы исправить ситуацию, у новокубышевцев есть четыре матча. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация «Самары» в телеграм-канале «Вести» с Дворянской поздравляет самарцев с Днем города и рассказывает интересные факты о самарских достопримечательностях. В центре города стоит самая настоящая ракета. Ее изготовили в 1984 году на заводе «Прогресс» как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. Здание Самарского вокзала считают самой высокой постройкой такого назначения в Европе. Его высота – 101 метр. Жигулевский пивоваренный завод – одно из старейших предприятий России. Открыл его австрийский дворянин Альфред Фонваканов в 1881 году. Площадь Куйбышева – самая большая площадь в Европе и седьмая по величине в мире. Она занимает более 17 гектаров. Самарская набережная считается одной из самых длинных и красивых в России. Ее длина составляет более 4 километров. Телеграм-канал промышленного района сообщает, что в школах номер 48 и 49 прошли мастер-классы по изготовлению нашлемников и маскировочных сетей. Для учащихся их провела Елена Галаничева, представителя волонтерского объединения «Своих не бросаем». Она рассказала ребятам об основных принципах работы и продемонстрировала особенности этого кропотливого и ответственного труда. Департамент городского хозяйства и экологии Самары в телеграм-канале сообщает о том, что в парке Гагарина заработал бесплатный питьевой фонтанчик на аллее недалеко от главного входа, рядом с мостиком через канал. Парк Гагарина расположен в географическом центре Самары и сейчас он самый популярный по посещаемости. Весь сентябрь, а он обещает быть теплым, можно будет попить воды или набрать в бутылочку, прогуливаясь по парку. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин